Ребята, которые были поисковиками, ну они и обстаются, ну вот по приглашению Министерства обороны приняли такое участие, когда образовалась такая проблема, как эвакуация погибших из Соловайского котла. Вот с сентября 2014 года, можно сказать, уже непрерывно работаем, принимаем участие в этой гуманитарной миссии эвакуации 200. Работаем и на той стороне, зачастую на неподконтрольной, это когда надо было возить ребят из Дебальцево, из Соловайского котла, аэропорт, Саурмогила. Вот еще предстоит следовать Луганскую область, которая сейчас неподконтрольна украинской власти, там много есть сведений. Последние 4 месяца пока работаем при хронтовой зоне, которая подконтрольна Украине. Здесь тоже были ожесточенные бои, это, как правило, июль, июнь, август 2014 года. Вот как раз одно захоронение, которое мы сейчас, наши ребята, локализовали, вот совместно уже со следователями, особенно экспертами, с прокуратурой, вот как раз работаем над экземацией тела. Мешок вот так вот собранный, завязан на узел, на два. Куда, с тела. В 2014 году, при наступлении украинской армии, при освобождении этого района, Бахмутского, появились ожесточенные бои, и украинские войска выдавили боевиков мозгового. И вот эти вот тела, которые мы сейчас находим, были стащены сюда местными жителями и сложены в эту большую яму. По их словам, тела лежали около двух месяцев, не боясь подойти, так как тела, возможно, были заминированы. На лямки, наверное. Точно я не могу сказать, что я лично считал 18. Ну, кто-то был там старший, я не помню, я уже два дня, не сказал, что 18. Ну, вы лично помните только несколько, два, три, пять. Ну, я, ну, я вижу, что куча лежала там, ну, не два, не три, не пять. Там больше. Там уже такие, что вообще разложены были уже, одни кости. Вот все снимали, вон, что от дерева. Вообще, одни кости и одежа была. Мы погибших недерем на своих или чужих, мы понимаем, что если уже человека нет, его все равно ждет дома семья. Наша задача обнаружить, передать следственным органам и органам, которые проводят ДНК-экспертизу, чтобы этого человека опознали, и он был погребен со всеми человеческими почестями. Скажешь, что там, давайте составим. Как я его запишу? Да.